приветствуем вас друзья на канале даниила и ларисы я дитя с и сегодня у советского союза сегодня мой мир перевернулся дважды ну первое это крем-брюле все мои знания относительно крем-брюле до сегодняшнего дня сводились к тому не хочу из не хочу издело греческой брыли мы собственно говоря все помнят это мороженое на палочке крем-брюле ну кто не помнит при советском союзе одно из самый вкусных мороженых советских а советское мороженое вообще было невероятно и вкусное было крем-брюле оказалась крем-брюле это очень старинный изобретенный в 1690 году французский рецепт, который какой-то повар, я не помню его фамилии, сделал для какого-то очень знатного чувака. Второй раз мой мир перевернулся сегодня, когда мне Лариса сказала, Даня, я у тебя в мастерской видела кулинарную горелку. Я спросил, что? Она говорит, кулинарную горелку. Я говорю, не знаю, идем покажешь. Она мне показывает мою паяльную лампу, которая, кстати, что-то не хочет зажигаться. Ну ладно, она зажигается. Вот это, этой штукой я пользовался два года, я знал, что это паяльная лампа. Оказывается, это кулинарная горелка. Ну, по утверждению Ларисы. Друзья, сегодня мы опять будем говорить о нашем прекрасном приборе для приготовления блюд по технологии Сувит. Сам прибор это нагреватель, купили мы его недавно и у нас, как мы обещали, в обзоре новая серия рецептов, приготовленных по технологии Сувит. Кстати, если кого-то интересует, в интернет-магазине Мирта до 14 февраля скидка 1000 гривен на сам прибор со скидкой он стоит 3490 гривен. Можно его сейчас купить, заказать по такой, ну, реально очень классной цене с гарантией, со всеми условиями. В общем, не о приборе речь. Еще одна задача, которую мы перед собой ставим вот этим циклом видео. Мы будем в каждом видео показывать, что есть миф, что блюдо по технологии Сувит надо готовить только в вакууме при помощи вакууматора, который стоит примерно столько же, сколько сам Сувит. Мы будем в каждом рецепте использовать зип-пакеты и сравнивать блюдо, приготовленное в зип-пакете, с блюдом, приготовленное в вакууме. И, собственно говоря, показывать, что отличия никакого нету. То есть, достаточно купить этот замечательный прибор и наслаждаться жизнью. А сейчас мы действительно приготовим десерт крем-брюле. Причем, честно говорю, никогда в жизни его не пробовал. Тирамису, шмирамису, все пробовал. Крем-брюле, я всегда был уверен, что это мороженое. Ну, правда. Ну, так же, как был уверен, что это хрень, это паяльная лампа обычная, никакая не кулинарная горелка. Вот, приготовим крем-брюле. Для того, чтобы понимать, что мы готовим, я специально заехал в кофейню с Ларисой, мы съели по порции крем-брюле в кофейне. Ну, а все говорят, что правильно готовить крем-брюле именно по технологии Сувит. Потом приготовили его дома, ну, и результат, конечно, сногсшибательный. Действительно, вот этот температурный режим очень важен. Итак, Лариса сейчас расскажет, что нам понадобится. Ну, кулинарная горелка, я уже сказал, непосредственно, сам Сувит, мы уже включили, и он разогревает нам воду. Зип-пакет я тоже показал. 5 яичных желтков, Лариса сказала, сколько здесь грамм? 80 грамм нужно. То есть тут по количеству... То есть не 5 яичных желтков, вот чтобы... Просто желтки разного веса есть. В общем, если у вас не бешеные укуры, у которых вот такие желтки, обычные, такие, как у нас, по 5 желтков, если бешеные, тогда 80 грамм, да? 80 грамм. Дальше, сливки. Сколько сливок? 300 миллилитров сливок. 300. Тут 200. Ты не туда смотришь, на жидкость смотри. Ага, 300 миллилитров сливок. Сколько сахарочка? 45 грамм сахара. 45 грамм сахара. Это у нас что? Соль 1 грамм. 1 грамм соли. Это, друзья, ванилин. С ванилином у меня тоже всегда, вот особенно в детстве, у меня был, как это, кондитивный диссонанс. Ну, короче, конфликт. Он же пахнет, а ванилин, я когда был маленький, думал, что что-то, ванилин это должно вонять. Думаю, чего? Вкусно пахнет. Чего его ванилином назвали? Надо было назвать пахнили. Да. Извините, пожалуйста, заболтался. Давайте готовить все-таки крем-брюле, который действительно получается ну просто потрясающий по технологии сувит. Ну, вот эта штука меня сегодня не оставит, конечно. Кулинарная горелка. Кулинарная. Это паяльная лампа из моей мастерской, оказывается, кулинарная горелка. Итак, сахар, соль и пахнилин, ой, ванилин отправляем в яички, в желтки. Сахар и соль добавим, а ванилин все-таки лучше в сливки. Я понял. И аккуратненько растираем. Я не знаю, почему Лариса утверждает, что это надо делать аккуратненько. Я бы все это вообще в миксере бы зафигачил бы. Кстати, ну вот правда, горелка работает, честное слово, кулинарная. Просто что-то она закапри... Она обиделась, что ее обозвали. Она знала, что она паяльная лампа и всегда зажигалась на любом морозе. А когда-то узнала, что это кулинарная горелка, она решила начать выделываться. Аккуратно растираем все это. Или еще аккуратно, Ларис? Аккуратно для того, чтобы у нас как можно меньше образовалась воздушных пузырьков. Пузырьки, точно, да. Нам они вообще не нужны, поэтому мы стараемся растереть в однородную массу и как можно меньше... То есть нам надо именно аккуратненько растирать, пока сахар не растворится. Не будем утомлять народ растиранием. Разотрем и вернемся к вам, друзья. Теперь смешаем ванилин со сливками. Пока Лариса будет смешивать, я вам расскажу про историю. Опа, и Котевич тут. Но нечего пока дегустировать. Крем-брюле в переводе с французского буквально обожженные сливки. Собственно говоря, это десерт из заварного крема с карамельной корочкой. Обычно подается комнатной температурой. Точная родина крем-брюле неизвестна. Англичане придерживаются версии, что он был впервые изготовлен... Ну, как всегда, англичане с французами находят о чем поспорить. Изготовлен в 17 веке в Тринити-колледже под названием Брюд-крем или Тринити-крем. Однако первым это блюдо упоминает в 1691 году Франсуа Месьяло. Ну, что ж такое с этим котом сегодня творится? Заведующий кухней герцога Орлеанского. Для приготовления крем-брюле используются желтки, сахар, сливки, молоко и ваниль. Ну, понятно. В общем, первый раз в 1691 году для герцога Орлеанского было приготовлено крем-брюле. Взбиваем, вливаем. Пожалуйста, не лезь на стол. Дегустатор. Вливаем сливки в желтки. Опять же таки делаем это аккуратно, чтобы не напускать туда пузырьков воздуха. Ну, вот ключевое слово во всех рецептах это аккуратно, поэтому мы тоже так делаем. Лариса пересмотрела там каких-то французских поваров, которые в формате высокой кухни. Хорошо, что крем-брюле не готовится там в формате молекулярной кухни. Ну, мы готовим упрощенный вариант, там есть еще более изощренные. Можно попросить, извини, прополоскать. Да, перемешиваем, тщательно перемешиваем все это дело, но не взбиваем. Как говорил Джеймс Бонд, смешать, но не взбалтывать. Или наоборот, взболтать, но не смешивать. Не помню, как он говорил, но короче. После того, как размешали и помыли вот этот вот кувшинчик, процедим получившуюся массу через мелкое ситечко для того, чтобы исключить попадание комочков. В наше будущее крем-брюле нам же там комочки не нужны. Вот смотрите, процеживается, потому что от яйца остаются вот такие вот комочки. А десерт нам нужен, ну, и от сливок остаются комочки. А десерт нам нужен однородный, совершенно нежный, без всяких комочков. Теперь даем ему минут 10 постоять, чтобы попавшие вовнутрь пузырьки воздуха поднялись на поверхность, потому что пузырьки воздуха нам тоже там не нужны. Обожаю высокую кухню. Пузырьки выпузырились, ну, в смысле, поднялись и выпузырились. Помещаем наше будущее крем-брюле в зип-пакет. Делаем это аккуратно, чтобы не замочить зип-ленту. Сувид нагрел водичку до температуры 80 градусов. Я выставляю время. Вот что мне нравится, что тут выставил время и все, и забыл об этом. поместил все туда. Через час он просто нам просигналит. Да, температура 80 градусов, время 1 час. Удаляем из пакета лишний воздух и помещаем в пакет вариться, как бы вариться на час, греться, вернее, по технологии Сувид. Еще, что очень интересно, мы будем дальше снимать, вообще сегодня планировали снимать нежную куриную грудинку по технологии Сувид, но меня так впечатлило крем-брюле, я Ларисе сказал, давай, это первое видео нового раздела, давай снимем вот эту вкусняку. И вот мы ее снимаем. Друзья, через час увидимся, подготовим любые емкости, пиалочки, низенькие чашечки, для того, чтобы разлить крем-брюле. А вообще, конечно, настоящее крем-брюле делается в специальных баночках с крышечкой и подается в этих баночках. Но мы хотим все сделать по-простому, мы и так потратились на Сувид, сейчас еще купить баночки для крем-брюле. Мы, короче, обойдемся пакетиком и пиалочками. Прибор просигналил нам, что процесс приготовления закончен. Выключаем вот так вот, просто нажимаешь на эту кнопочку и выключаешь. Лариса еще не очень подружилась с нашим Сувидом. И подготовили формочки, разольем наше крем-брюле по формочкам. Крем-брюле. Лариса, хватит его там купать, а то у нас видео длинное получится. А зрители любят, когда видео короткое. Надо сделать отверстие в пакетике. Вот так вот. И используем наш зип-пакет как кулинарный пакет. Разливаем крем-брюле по формочкам. Разливаем громко сказано, раскладываем. Ай! А его надо, наверное, выровнять, разровнять, чтобы она ровненькая была. А сейчас я постучу, да, выровняется. Сейчас я разолью. Но горяченькая вот так. Горяченькая? У нас красивые формочки для видео всего две. А вот эта вот большая шлюмка, это мы просто потом захаваем. Ножем разделить на две шлюмки. Можешь вместе было кушать? Ой, как оно пахнет! Как вкусно! В общем, вот так выдавливаем все крем-брюле. Теперь вот таким вот методом постукиванием об стул и потом ложечкой разравниваем крем-брюле, чтобы у нас получилась красивая ровная поверхность. И на пару часов его в холодильник отправим. Друзья, крем-брюле все время хочу сказать мороженое остыло. Теперь надо сделать карамельную корочку, так, чтобы было красиво. Вот так вот посыпаем сахаром. Берем нашу кулинарную тарелку. Боюсь, что может лопнуть тарелка. еще чуть-чуть сахар. Два захода сделаем. Не знаю, мне, конечно, вот это количество сахара здесь совершенно не нравится. Мне больше нравится украсить какими-нибудь ягодками. Но по классике нужно именно так. Так, Лариса, правильно? Да, весь сахарочек надо расставить. А я боюсь, что это не выдержит. как-то так. Получили карамельную корочку. Эти, как я сказал, мы уже съедим отдельно. Сейчас еще раз охладим и будем дегустировать. Лариса постаралась и красиво украсила крем-брюле. Украсить можно любыми ягодками, кусочками фруктов, орешками, чем угодно. На самом деле, чем угодно. Конечно, не солеными огурцами это уж точно. Ну что, друзья, приготовили красоту. Давайте попробуем. Сейчас мы с Ларисой расскажем вам о том, какой он на вкус. Ну и я прощаюсь со своей паяльной лампой. Прощай, дорогая, ты верой и правдой служила мне два года, теперь ты кулинарная горелка. Вот должна эта штучка по классике вот такой быть. Даже сгонить немножко. Это корочка сахарная. Хрустящая, да. Ну как это с корочкой? Вообще. Это кулинарный оргазм, честно. Не? С корочкой много вкуснее. А это именно классическая штучка с корочкой? Это обязательная фишечка. Ну, кстати, в кафе мы ели без корочки. Без корочки. они лохи, они не понимают, как готовить крем-брюле. Хотя стоило недешево. Друзья, оторваться от этого невозможно. Прямо очень вкусно. Да, я просто жаль, что надо в таких мысках готовить, а не в таких маленьких пасочках. Дорогие друзья, как я уже говорил, этим прекрасным крем-брюле мы начинаем нашу новую рубрику приготовления по технологии сувид. Надеюсь, что рецепт наш первый, так сказать, наш дебют сувидом вам понравился. Если понравился, ставьте пальцы вверх. Если не понравился... Не надо. Что не надо? Надо говорить пальцы вниз. Пальцы вверх. Пальцы вниз. Мы, друзья, прощаемся с вами. Будем снимать для вас новые интересные видео. Всего доброго. Пока.